Как долго Путин еще сможет финансировать войну и какие гарантии безопасности могут предложить Украине наши союзники? Об этом говорим сегодня с Игорем Яковенко, российским оппозиционным журналистом. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Рост инфляции, падение курса рубля, российские пропагандисты вышли с нехарактерными для них паническими статьями. Об этом пишет британское издание Defense Express. Панические настроения россиян могут перейти в протесты? Вот как вы считаете? Думаю, нет. Думаю, что особо панических настроений я сейчас не вижу, потому что вот так непосредственно все-таки курс доллара не связан с уровнем жизни. Но да, в целом это такой индикатор достаточно известный и яркий. И, конечно, он сказывается на настроении, но я думаю, что это никак не конвертируется в какие-то протестные движения, протестные настроения. В значительной степени потому, что силовые структуры, которые готовы подавить любой протест, они настолько доминируют в России, что подобного рода конвертации невозможно. То есть я думаю, что путинский режим может достаточно долго еще финансировать войну, если в целом отвечать на ваш вопрос, на первый вопрос ваш. И прекращение войны никак не будет связано с экономикой. То есть на самом деле эти люди могут жить хуже, 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 но протестов не будет, массовых протестов не будет. Путин, вот то, что вы говорите, должен ежедневно терять возможность финансировать войну. Об этом говорит Владимир Зеленский. Как вы считаете, насколько сейчас рабочие санкции и их усиление, то, которое идет? Ну вот санкции по Газпромбанку это существенно. Вот, пожалуй, это наиболее существенная санкция, которая может несколько снизить эффективность путинской экономики, но тоже не кардинально. Потому что все равно есть возможность обойти эти санкции. Так что, ну, вообще в любом случае, до тех пор, пока Китай, Индия будут поддерживать экономику России, санкции, понимаете, все эти санкции, они не тотальны. Поскольку есть страны глобального юга, прежде всего Китай и Индия, которые эти санкции не поддерживают. Поэтому я думаю, что в целом с помощью санкций на сегодняшний момент невозможно заставить Путина прекратить войну. Да, будет ухудшение жизни, будет сложнее, будут удары по экономике, но это не те рычаги, с помощью которых можно прекратить войну. Ранее была информация о том, что Эрдоган планирует представить план заморозки войны в Украине. И известно, что Путин поговорил телефоном с Эрдоганом буквально накануне. Ведь Путин, он же также ищет заморозки войны в Украине. Можно ли сказать, что он привлекает Эрдогана для осуществления своих планов таким образом? Или же это такие просто миротворческие усилия самого Ржепа Тиепа Эрдогана? Вы знаете, я не уверен в том, я не вполне согласен с главным вашим тезисом, что Путин ищет пути заморозки войны в Украине. Я в этом не уверен. Я так не думаю. Я думаю, что Путин в принципе все сейчас устраивает. То есть я очень сомневаюсь, что Путин готов сейчас прекратить войну и что он ищет пути прекращения войны. Он будет продолжать войну. Я думаю, что он готов это делать и дальше. Его вполне устраивает сегодняшняя ситуация. То есть, понимаете, как прекратить? Он готов прекратить войну на тех условиях, которые он обозначил. Это фактически потеря Украины своей независимости. На это, естественно, Украина не пойдет. А другой вариант не устраивает Путин. Поэтому я думаю, что вариантов прекращения войны сегодня нет. То есть, и никакой Эрдоган, и никто другой не сможет в этом быть посредником. То есть, опять-таки, на сегодняшний момент я не вижу никаких способов прекратить войну. Ни Эрдоган, ни Трамп, никто не в состоянии это сделать. Это может сделать только Путин, а он этого не хочет. Так что, мне кажется, ситуация совершенно тупиковая. Единственное, что сейчас надо делать, это давать Украине оружие. Чем больше, тем лучше. То есть, других вариантов закончить войну, кроме как нанести Путину серьезное военное поражение, я не вижу. А как вы расцениваете вот эту вот риторику Кремля и Песков говорил, и, в принципе, сейчас очень активно обсуждается в пропагандистских эфирах, что вот этот вот Орешник, как они его называют, ну, то есть, баллистическая ракета, которую они использовали, что она еще не показала всю свою мощь, что она еще будет использована, и что ее еще нужно будет тестировать. При этом говорят даже вот сами пропагандистские телеграм-каналы, что, скажем, это межконтинентальная баллистическая ракета, как такого урона не нанесла, ударив по Днепру. Как вы считаете, вот насколько действительно Путин будет готов и дальше, как он говорит, проводить испытания, но фактически бить вот этими вот ракетами дорогостоящими и мощными по территории Украины, или же это просто такие запугивания? Ну, во-первых, я не уверен, что вот то, что называется Орешник, это межконтинентальная ракета. Все-таки, скорее, это ракета средней дальности. Удары подобного под ракетами по территории Украины – это абсолютно бессмысленная с военной точки зрения вещь, ну, просто потому что это ракеты, которые предназначены для несения ядерных зарядов, и в силу этого они крайне неточны. И если речь идет о, так сказать, ударах такими ракетами по территории Украины, то вряд ли они могут нанести серьезный ущерб, собственно говоря, что и произошло в первом случае. Поэтому я думаю, что тут вопрос ввесит только в том, готов ли Путин осносить эти ракеты ядерным зарядом. А это вряд ли. Поэтому я думаю, что подобного рода ракеты и дальше, наверное, будут использоваться, но в основном это будет носить характер устрашения. В принципе, бить такими ракетами по Украине – дело достаточно бессмысленное. С военной точки зрения, видимо, это все-таки лишено смысла. Западные аналитики говорят о том, что Путин может использовать ядерное оружие в единственном случае, это если будет лично угроза ему или его режиму. Как вы считаете, лично угроза Путину – это если Путина решат убрать, и у него будут такие данные? Или же это речь идет о каких-то других ситуациях? Я имею в виду, что если, скажем, там будет, как он говорит, угроза России, то есть если будет прямое столкновение стран Альянса с Россией, или в каком случае он может применить ядерное оружие? Вы знаете, вот эти формулировки, угроза режиму, ну, угроза лично ему, здесь ведь непонятно, как это определить. То есть это что? Это значит какой-то заговор, но с помощью ядерного оружия бороться с заговором – это дело достаточно бессмысленное. То есть если речь идет о угрозе режиму, то как определить это? Является ли, например, нахождение украинских военных в Курской области угрозой режима? Многие характеризуют это именно как угроза, потому что, да, действительно, это уже на территории, на канонической территории России. Являются ли удары американскими и британскими ракетами по территории России угрозой режима? Кто-то может характеризовать это именно таким образом. Поэтому я думаю, что вероятность применения ядерного оружия, она близка к нулю. Просто близка к нулю. Потому что спасаться от заговора с помощью ядерного оружия бессмысленно, а все остальное – это вещи, на которые можно отвечать к кондициональному оружию. Ядерное оружие – это путь к самоубийству, и Путин это прекрасно понимает. Поэтому я думаю, что вероятность использования ядерного оружия, она просто очень близка к нулю, если не равна ему. То, что я сейчас от вас слышу, что война будет продолжаться, потому что нету никакой возможности, никаких точек, скажем так, на каких она могла бы разрешиться. Но, с другой стороны, ядерное оружие также не будет применено, потому что просто, скажем, не путинский режим не готов к такому развитию событий, ну а Запад так тем более. Как вы считаете, насколько Россия готова продолжать эту войну? Потому что у нас вариантов нет, мы должны все равно защищать свою страну. Насколько у России есть этих ресурсов? Потому что мы с вами начали с экономической составляющей. И, скажем, вот бюджетный 2025 год увеличил Путин, оборонный, как он его называет. То есть еще какие-то ресурсы у Путина есть? Да, конечно, конечно, есть. И вообще все разговоры о том, что у Путина экономика дышит наладан, издыхает, что уже нет ресурсов, да нет, есть, конечно, конечно, есть. Путинская военная машина продолжает работать, продолжает производить снаряды. Кроме того, у Путина есть очень эффективные союзники, такие как Северная Корея, такие как Иран. Прежде всего, Северная Корея, безусловно, которая... Один северокорейский режим обеспечивает Путина большим количеством снарядов, чем весь коллективный Запад Украины. Так что я думаю, что у Путина есть возможность продолжать войну. И, в принципе, все сегодня будет решаться на поле боя. И все в значительной степени зависит от того количества оружия, которое будет... Того количества и того качества оружия, которое будет давать Запад Украине. Это главное переменное. То есть, понимаете, когда мы пытаемся искать, так сказать, всматриваться в Россию, в экономику Путина, в экономику России, в состояние вооруженных сил России, пытаемся искать там признаки грядущего слома, это мне представляется достаточно бесполезное занятие. Всматриваться надо, прежде всего, в то, сколько и какого качества оружия даст Запад Украине. Вот это главная переменная. А что касается Путина, то и ресурсов для обеспечения пушечным мясом у Путина вполне достаточно на сегодняшний момент. Еще очень много. То есть, это и возможность покупать пушечное мясо, это и возможность, так сказать, использовать шантаж своих граждан, когда против них воздаются уголовные дела и предлагается альтернатива либо тюрьма, либо фронт. Это второй источник. Наконец, это Северная Корея. Сегодня там где-то порядка 11-12 тысяч человек. Завтра это может быть еще столько же. То есть, на самом деле, это тоже еще один источник довольно существенный. Вот, наконец, есть призыв. Когда сегодня человек призывается в армию, завтра он уже подписывает контракт. То есть, рассчитывать, что у Путина кончится пушечное мясо, тоже не приходится. Так что, ресурсы, еще раз подчеркиваю, есть главная переменная во всем этом уравнении. Это оружие, которое Запад предоставляет Украине. При этом Китай после вот этого вот удара орешником призвал к сдержанности обе стороны. И как вы считаете, вот если Китай является партнером России в той или иной степени, то каким образом Китаю выгодно дальнейшее вот это вот противостояние, я имею в виду война в Украине? То есть, Китаю выгодно вот эта вот затяжная история? Думаю, что да. Я думаю, что Китай, да, Китай единственное, он, конечно, не заинтересован в ядерной войне, потому что это все, это, так сказать, конец стабильности. И, в общем, ну, понятно, что это такое. Но это единственное, что Китай не устраивает. А все остальное Китай полностью устраивает. Вот эта война, она ослабляет Запад, она не позволяет Соединенным Штатам Америки полностью сконцентрироваться на противостоянии с Китаем. И поэтому она усложняет архитектуру этого противостояния. И поэтому Китай полностью все это устраивает. Китай стратегический партнер России. Более того, Китай поддерживает Россию не только через свои вот это прокси Северную Корею, но и непосредственно, ну, я уж не говорю о том, что Китай поддерживает экономику России, покупая у нее энергоресурсы, но и позволяет обходить блокировку, обходить изоляцию международную. Китай дает возможность получать западные технологии через свои ресурсы. То есть, на самом деле, я думаю, что Китай – это стратегический партнер России. И надежда на… Здесь я слышу о том, что один из вариантов, так сказать, ослабления Путина – это разрыв его отношений с Китаем. Этого не будет. Я не вижу сейчас возможности у Запада так надавить на Китай, чтобы оторвать его от России. Такой опции… Ну, по крайней мере, для того, чтобы так надавить на Китай, Западу нужно будет применить такие санкции, которые удается по самому Западу, по тем же Соединенным Штатам Америки. Этого тоже не будет. Поэтому, еще раз говорю, этот путь, мне кажется, тоже не даст необходимого результата. Еще раз подчеркиваю, необходимый результат может дать только то количество оружия, которое позволит Украине переломить ситуацию на поле боя. Ну вот «Белый дом» рассматривал возможность публичного призыва к принятию Украины в НАТО, но отказался от этой идеи из-за маловероятности ее реализации в ближайшей перспективе. Об этом пишет издание «Блумбер». Как вы считаете, действительно ли это так? Действительно ли у байденовской администрации были такие мысли в какой ближайшей перспективе? Потому что мы не слышали, по крайней мере, о том, что Украину там в ближайшие несколько лет могут принять в НАТО. Даже приглашения не было. И насколько вероятно, что такую идею может реализовать Трамп? Я не умею читать мысли. Я не знаю, какие мысли были у каких представителей байденовской администрации, но то, что вероятность вступления Украины в НАТО просто равна нулю в обозримый период, в период, когда Украина воюет. Но принять в НАТО воюющую страну невозможно. Ну, тут, понимаете, знаете, как с Наполеоном, которому докладывал Маршал о невозможности воевать, говорит о том, что у него не было снарядов. После этого другие аргументы не нужны, другие причины не нужны. Ну, кроме всего прочего, мы знаем как минимум три страны. Дело в том, что прием в НАТО проходит консенсусом. Мы знаем как минимум три страны, которые будут против. Это Венгрия, Словакия и Турция. Поэтому Украина в НАТО не будет. Давайте мы все-таки точно... Ну, обозримый период. Конечно, в какой-то перспективе будет, но пока идет война, Украина в НАТО не будет. И я думаю, что даже там какой-то энергетики Трампа недостаточно будет. Хотя я не уверен, что энергетика Трампа будет направлена в эту сторону. Скорее всего, наоборот. Поэтому этот путь, мне кажется, тоже надо отбросить. Конечно, Украина будет стремиться в НАТО, но в ближайшие перспективы приема не существует. Поэтому еще раз подчеркиваю, вот эти вот все какие-то спасительные пути, волшебные какие-то варианты завершения войны, мне кажется, они просто отвлекают от главного. А главное, это то оружие, которое Украина может и должна получить для изменения ситуации на поле боя. А как вы считаете, план Владимира Зеленского, план победы, который предложен Дональду Трампу, он может быть спасительным? Я имею в виду тот план, который базируется на ресурсах, которые есть у Украины. И, соответственно, Соединенные Штаты смогут инвестировать и, скажем так, эти ресурсы добывать. Насколько это может быть интересно будущей администрации? Вы знаете, я, во-первых, я не обсуждаю политику Украины, и насколько качественный план Зеленского, это я точно не буду обсуждать, оценивать. Просто как гражданин страны-агрессора, я этого не делаю никогда и не буду делать. Но в целом, безусловно, этот план, как его там не называют, план победы или план продолжения войны, в любом случае он основан на каких-то здравых идеях. Украине нужно больше оружия, Украине нужно оружие определенного качества, Украине нужна экономическая поддержка. То есть все это достаточно, это все на уровне здравого смысла. И вопрос не в качестве этого плана, а вопрос просто в политической воле. У меня есть большие сомнения, что Трамп в ближайшее время захочет как-то вот прямо сразу решительно изменить характер помощи Украине. Я думаю, что Трамп сначала попытается реализовать свое обещание и заключить сделку. Сделку он заключить не сможет. Это достаточно очевидно. Очевидно, что не существует того предложения, которое Трамп может сделать одновременно Украине и России, и которое было бы принято обеими сторонами. А вот дальше, после того, как Трамп столкнется с невозможностью заключить сделку, один из главных вопросов – это то, кто будет виноват в срыве этого плана Трампа. На кого Трамп возложит ответственность за срыв этого плана. Если это будет Россия, то многие аналитики считают, что Трамп может в результате развернуться и, как в таких случаях говорят, завалить Украину оружием. Если же виновником сделки будет Украина, то весьма вероятен вариант, что Трамп будет стараться минимизировать помощь Украине. Поэтому очень многое зависит от украинской дипломатии. Мы не знаем формата. Мы на сегодняшний момент не знаем практически ничего из того, что будет представлять собой попытки Трампа заключить эту сделку. будет ли это личное его участие или будет это какой-то формат опосредованных переговоров, то есть где-то будут переговорные какие-то комиссии с нескольких сторон, из нескольких стран где-то заседать. Мы этого пока ничего не знаем. Но в любом случае сейчас наступает в том числе и час очень серьезных испытаний для украинской дипломатии. И, на мой взгляд, главная задача, при том, что эта сделка явно не закончится миром, главная задача сделать так, чтобы виновником в срыве этой сделки, в срыве мирных переговоров, была российская сторона. Вот это очень важно. Я думаю, что украинская дипломатия это понимает лучше, чем кто бы то ни был, и сделает все для того, чтобы, так сказать, вина за срыв этих переговоров легла на российскую сторону. Издание The New York Times несколько дней назад написало о том, что для нашей страны, для Украины, должны быть гарантии безопасности. И, скажем, если это не НАТО, то Украина может получить ядерное оружие от союзников. Насколько такая история вероятна в качестве гарантии безопасности? Вы знаете, я думаю, что сама идея получения Украины ядерного оружия это идея абсолютно законная, абсолютно справедливая и абсолютно логичная. Потому что изначально Будапештский меморандум, в результате которого Украина лишилась ядерного оружия в обмен на безопасность, он был нарушен с одной стороны. То есть Украина лишилась ядерного оружия, а безопасности не получила. И поэтому и с точки зрения права, и с точки зрения морали, и с точки зрения политической логики Украина должна получить, вернуть себе ядерное оружие. Вопрос, каким образом это будет сделано, вот это главный вопрос. Я не думаю, что какая-то страна Запада возьмет на себя ответственность передать Украине ядерное оружие. Это маловероятно, потому что для стран Запада идея нераспространения ядерного оружия является приоритетной. Другой вопрос, что по моему убеждению, Украина вольно или невольно будет постепенно дрейфовать в сторону большого восточноевропейского Израиля, который отличается тем, что он все меньше и меньше ориентируется на какие-то указания со стороны своих западных партнеров. При том, что Израиль ненамного меньше зависит, скажем, от Соединенных Штатов Америки, чем Украина, тем не менее Израиль не выполняет так неукоснительно указания своего заокеанского партнера. И, например, тот же самый Израиль создал сам себе ядерное оружие, никого особенно не спрашивая. И, ну, как известно, формула израильская, у нас нет ядерного оружия, но если надо, мы его применим. Вот мне кажется, что Украина вполне может идти потихонечку по этому пути. Вопрос о том, а вопрос о деталях, это, конечно, вопрос не ко мне. Это нужно разговаривать с экспертом по этим вопросам. Но я думаю, что вариант, что кто-то из западных стран передаст Украине ядерное оружие, это вариант с нулевыми шансами. Этого не будет. А вот самостоятельно вернуть все ядерное оружие, изготовить самостоятельно ядерное оружие Украина, мне кажется, может. Учитывая то, что у Украины были все компоненты, все ресурсы для обладания ядерным оружием, и никуда эти ресурсы не делись. Насколько я понимаю, сейчас главное опасение состоит в том, что, как вы говорите, западные союзники нам вряд ли захотят передавать ядерное оружие, и в их политической воле точно не будет как бы такого решения. Поэтому Украина, наверное, украинское военно-политическое руководство все-таки опасается того, что мы можем остаться без помощи союзников, если пойдем на такой шаг. Вы знаете, я еще раз хочу привести пример Израиля. Израиль, безусловно, зависит от американской помощи. Но довольно часто Израиль все-таки ради своего собственного сохранения, ради своего выживания действует вопреки указаниям Соединенных Штатов Америки. Бьет по тем объектам, по которым Соединенные Штаты не рекомендуют бить. Убивает конкретно тех своих врагов персонально, не спрашивая ни у кого разрешения. И помощи не лишается. То есть я думаю, что эта тактика, вот примерно такая же тактика, вполне возможна и для Украины. То есть опять-таки все-таки лишить Украину помощи, это слишком серьезный шаг, это слишком слишком это шаг, который направлен против мнения и большинства парламентариев американских. Это шаг, который направлен против общественного мнения. Общественное мнение сегодня на стороне Украины. Поэтому я не думаю, что из-за каких-то действий военного политического руководства Украины, направленного на сохранение жизни Украины, на сохранение существования самого украинского государства, что вот такие действия приведут к тому, что Украине откажут в помощи. Думаю, что нет. Просто вопрос заключается в том, что я сейчас, естественно, я не собираюсь ничего советовать военному политическому руководству Украины. Я думаю, что логика сама к этому приведет. Украина неизбежно будет, что называется, стремиться к большей автономии, к большей самостоятельности, к шагам, которые она будет предпринимать самостоятельно, без оглядки на Запад. Ну, просто потому, что так сегодняшний Запад устроен, что если следовать их рекомендациям, то через какое-то время украинского государства не будет. Ну, вот вы заговорили о том, что сейчас для украинской дипломатии наступает решающий момент. Вот как вы считаете, может быть, у вас есть рекомендации, стоит ли Украине настаивать и вводить в риторику дипломатов и политического руководства, что нашими гарантиями безопасности должно быть именно ядерное оружие, а не альянс, для того, чтобы и Запад это принял. Я имею в виду не только чиновники западные, но и люди, чтобы люди на Западе понимали, что Украина должна каким-то образом себя обезопасить, потому что мы понимаем, насколько Россия может серьезно сыграть в информационном плане, конкретно вот если вдруг Украина начнет свою ядерную программу разрабатывать. Вы знаете, я думаю, что дипломатия это она отличается, это особая сфера и она отличается от таких сфер, как наука, журналистика, где ключевыми критериями успеха является истина, достоверность и так далее. Дипломатия это как раз в арсенале дипломатии может быть такая вот такие качели, такая балансировка. То есть инструментом в данном случае Украины может быть альтернатива, что либо нельзя отказываться от идеи вступления в НАТО, хотя я-то лично убежден, что этого не произойдет, но позиция Украины она достаточно очевидна и беспроигрышна. Эта позиция такая, либо вы нас принимаете в НАТО, либо тогда давайте возвращайте нам ядерное оружие. Но нужны какие-то реальные гарантии безопасности. Вот пожалуйста, либо-либо Украина устроит любой путь и вступление в НАТО, и наличие ядерного оружия. Конечно, вступление в НАТО предпочтительнее, но если нет, тогда ядерное оружие. И вот такая формула не категорическое требование чего-то на выбор, либо то, либо другое. И я думаю, что поскольку вступление в НАТО воюющей страны просто невозможно, и в силу того, что есть несколько стран, которые явно будут этому противостоять, то тогда именно на фоне этой невозможности наличие ядерного оружия, приобретение ядерного оружия, пусть даже негласного, становится вполне возможным. То есть опять-таки не категорически альтиматум, вот давайте нам ядерное оружие, а именно вот разговор об альтернативе, то есть что-либо другое, и это вполне возможно сможет как-то примирить с тем, что Украина сама себе создает ядерное оружие, не особо это афишируя. То есть дипломатия в данном случае заключается именно вот в таком раскачивающем предложении или-или. Мне кажется, это выигрышная стратегия. Да, безусловно, и то, что вы говорите, что, конечно, приоритетнее для нас вступление в НАТО, потому что мы понимаем, что ядерное оружие у нас появится, если мы станем членами альянса. Игорь Александрович, я вам очень благодарна за этот разговор, за то, что вы присоединились к этому стриму. Зрителям напомню, что со мной сегодня был Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист. Спасибо вам большое. Спасибо, удачи вам. Берегите себя. Спасибо. Продолжение следует...